МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Рабочие места для инвалидов и ремонт дорог. Кабинет министров Чувашии провел очередное заседание. Пространство будущего. Как благоустроят столицу республики в этом году? Лед и пламень в Чебоксарах проходит открытое первенство Чувашии по фигурному потанию. Кабинет министров Чувашии одобрил проект закона об увеличении количества рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новые цифры озвучили на очередном заседании. Также министры поддержали список объектов и дорог, которые планируют отремонтировать в 2019 году. Подробнее в нашем материале. Взять на работу человека с ограниченными возможностями здоровья согласится не каждый предприниматель. Те, кто все же решается на этот шаг, получают дополнительную господдержку. Таких организаций при республике 1174. Трудоустраивают инвалидов по квотам. Их решено увеличить. И по предварительным подсчетам с июля этого года появится около 500 новых вакансий. Дополнительная материальная поддержка предусмотрена для одной из районных детских школ искусств. 235 тысяч на музыкальные инструменты получит школа, выигравшая конкурсный отбор от Минкульта. Победителем которого призвана администрация Урнавского района, где будут приобретены музыкальные инструменты для Урнавской детской школы искусств. Софинансирование муниципального бюджета составит тоже 235 тысяч. Сумма на ремонт дорог по федеральной программе «Качественные и безопасные дороги» в сравнении с прошлым годом увеличилась. На 1 миллиард 461 миллион рублей в этом году отремонтируют 143 километра автомобильных дорог. В следующем, 2019-м, планируют привести в порядок еще 59 километров. В частности, предварительно мы включили на 2019 год работы по капитальному ремонту Сугутского моста в городе Чебоксары, реконструкции проспекта Ивана Яковлева, это дорога вдоль Ботанического сада, строительство дороги по проезду Соленоя и по капитальному ремонту моста по проспекту Тракторостроителей. Напомним, что Чувашия входит в число 36 субъектов России, где с 2017 года реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Создана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации, в которую входят Чебоксары, Ново-Чебоксарск, Маргаушский и Чебоксарские районы. Ирина Волкова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. А в муниципалитетах продолжают обсуждать итоги и планы развития на годы вперед. В этот раз о проделанной работе отчитались в Валиковском и Бресенском районах. Какие задачи стоят перед местными властями, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Собран рекордный урожай зерна, сокращены долги за аренду муниципального имущества, увеличилась доля доходов и объем инвестиций в экономику. Прошлый год для Аликовского района выдался удачным. И это подтверждают цифры. Консолидированный бюджет Аликовского района за 2017 год исполнен по доходам в целом в объеме 330,9 миллионов рублей или 99,5% к плановым назначениям. Глава региона отметил, что доходы в казну муниципалитета могут принести и залежные земли. Их необходимо вводить в сельхозоборот. Рассчитываем на вас, что в течение полтора, максимум два года каждый гектар будет обрабатываться. Сегодня выгодно заниматься сельхозяйственным производством. Власти Бресенского района продолжают наводить порядок в сфере ЖКХ. Теперь, уверяет глава администрации муниципалитета, из кранов течет кристально чистая вода. Ее качество ухудшилось прошлым летом. Проблема была решена после ремонта сетей и очистной станции. Нам удалось все-таки решить вопросы бесперебойного водоснабжения поселка Ибреси. Рассчитаться с долгами по выплате заработной платы работникам МУП «Водоканал». Мы объявили конкурс, у нас объявился консессионер. Касаясь вопросов жизнеспечения ЖКХ, наводить нам еще надо порядок. Безобразия там еще хватает, поэтому от этого тоже многое еще зависит. Мы обращительно использовали и те средства, собранные от населения, и те бюджетные средства, которые мы выделяем. В районе продолжают поэтапно улучшать бизнес-климат. Для инвесторов, желающих реализовать свои проекты, в муниципалитете сформировали базу свободных участков. Такие меры предприниматели привлекают. До конца этого года в Ибресях планируют построить цех по переработке мяса, фасовке строительных смесей и зерносушильный комплекс. Новые рынки осваивают и на Новочурашевском молочном заводе. В ближайшее время здесь начнут производить творог и сыры. Продукты из завода поставляются почти во все регионы Привожского федерального округа, Челябинск, Екатеринбург, Москва, другие регионы. С запуском новой линии создано 20 рабочих мест, и на сегодняшнем предприятии трудится 70 человек. В правительстве региона продолжат субсидировать муниципальные программы. Объем финансовой поддержки увеличится, отметил Михаил Игнатьев. Касаясь отношений Республики к федеральным центрам, могу сказать, несмотря на сложности, в этом году мы привлекаем на 9% больше инвестиций с ростом на 9% к уровню 2017 года. На развитии муниципалитета скажутся и приоритетные проекты по строительству школ, благоустройству парков, модернизации домов культуры. О грядущих законодательных инициативах жителям района рассказали депутаты Госдумы Леонид Черкесов и Николай Малов. Уже в рамках весенней сессии будут рассмотрены законопроекты, где внимание будет уделяться увеличению или повышению качества медицинских услуг, лекарственных препаратов, работе многофункциональных центров. Также будут решены вопросы по выплате или задолженности заработной платы работникам предприятий. Глава региона отметил, что потенциал любого района – трудолюбивые люди. Передовикам Михаил Игнатьев вручил благодарности, почетные грамоты и знаки отличия ГТО. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Город стал совсем другим. Так выразился о Чебоксарах заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин. Он приехал с рабочим визитом в Чувашию и встретился с главой региона Михаилом Игнатьевым. Я здесь был в конце 85-86 годов. Сейчас не узнаю город. Посмотрел набережную. Здорово. Большая, огромная набережная. Есть там, где развиваться. Волга. Это наши богатства, по сути дела. Рафаэль Марданшин также отметил хорошее качество дорог в регионе. Михаил Игнатьев в свою очередь обратил внимание, что преобразить облик столицы и других городов республики помогли такие федеральные проекты, как безопасные и качественные дороги, формирование комфортной городской среды. Программа о формировании комфортной городской среды действует в регионах с прошлого года. Благодаря федеральной финансовой поддержке во многих муниципалитетах уже удалось благоустроить самые востребованные территории. В Чебоксарах решают, каким проектам отдать предпочтение. Публичные обсуждения прошли в Калининском районе столицы. О городском пространстве будущего в нашем сюжете. Вот сейчас мы увидим 3D-мотель. Покажите. Проект реконструкции Красной площади – один из 18, который разработали архитекторы. Еще в списке – Кадетский сквер, аллеи искусств, парк в Дубово-Роще. О будущем этих общественных пространств жителям Калининского района знать особенно важно. К примеру, в Кадетском сквере благоустроят входные группы, развлекательные и спортивные зоны. В Дубово-Роще появятся велодорожки, скейтпарк, баскетбольные и хоккейные площадки. Все жители, наверное, со мной согласятся. Такие встречи необходимо проводить, потому что народ будет знать, где что строится, какая площадь и на какую сумму примерно, и что там будет размещено. Кроме того, подробная информация о проектах поможет щебоксарцам выбрать самое удачное. 18 марта, в день президентских выборов, горожанам предстоит определить и три общественных пространства, которые благоустроят в этом году. Мы все понимаем прекрасно, что на все, конечно, не хватит денег. Но нам, нашему району, нашим жителям, хотелось бы, чтобы тоже наши приоритетные проекты, особенно, конечно, Кадетская школа, вот этот прекрасный парк, потому что кроме этого парка у нас нету в Новоюжном районе никакого хорошего такого места отдыха. Остальные парки и скверы благоустроят, но позже. Федеральная программа будет действовать до 2022 года. Общественные обсуждения в каждом из районов продолжатся. В Ленинском районе они пройдут уже завтра, в Московском, 6 марта. Татьяна Леотева, Анастасия Лангина, Борис Андреев, Республика. Сотрудничество между Чувашской митрополией и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний длится уже 30 лет. В 1988 году впервые в исправительные учреждения пригласили священнослужителя. А сейчас начальнику ФСИН России по Чувашской республике Александр Работа и митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава подписали очередное соглашение о взаимодействии. Участие представителей религиозных конфессий, воспитание осужденных и лиц заключенных под стражу решает задачу нравственного воздействия на преступивших закон и их духовного очищения и отказа от преступного образа жизни в будущем, отмечается в соглашении. На сегодняшний день изменилось законодательство, которое дает больше возможностей по окормлению осужденных как верующих. И сегодня было подписано соглашение уже в связи с этими изменениями. Это соглашение дает нам возможность окормлять не только осужденных, но и сотрудников всем, помогать им и их родственникам. В настоящее время в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН Чувашии действует 10 православных церквей и 2 молельные комнаты. Храмы при исправительных учреждениях окормляются отделом по тюремному служению. Драйверы изменения разрабатывали в Чебоксарах работники почтовых отделений из 7 регионов страны. В столице Чувашии прошла первая конференция Молодежного совета почты России. В 7 регионов 7 рабочих групп с самого утра у этих молодых энергичных людей начался мозговой штурм. Операторы почтовых отделений решали кадровый вопрос, как привлечь и удержать молодежь в отделениях Почты России. На разработку проекта у них был целый день. Здесь интересно, каждый рассказывает свою специфику и мы можем принимать те или иные наработки своих коллег у себя уже на территории. Кроме нашей, ну наставничества, наверное, она наиболее реализуема и, наверное, хорошо проработана. По-моему, это Мариэл. И Киров, у нее хорошая тема была в плане информирования о вакансиях, привлечении сотрудников на работу. Четыре года назад Ольга Смирнова была самой молодой среди всех сотрудников почтового отделения Чебоксар. Начинала с маркетинговой службы, а сейчас уже руководитель. Лично для меня, конечно, понравился проект по информированию вакансий, так как реально на сегодняшний день, к сожалению, лично мы, например, не информированы о вакансиях. Мы знаем о них только со сторонних сайтов, к сожалению. А если будет наш внутренний портал, где мы сможем себя попробовать реализовать, например, не только в нашей Чувашской республике, но и в соседнем регионе, для нас это будет таким большим плюсом, что я могу посмотреть все вакансии соседнего региона, ну и, в принципе, всей России. Так в негласном рейтинге конференции в лидеры выбились два проекта – наставничество и внутреннее информирование о вакансиях. Это пока еще не реализованные идеи. Мы можем действительно предложить опыт, мы можем предложить работу с людьми, что очень непросто. Чего нам не хватает? Нам, конечно, не хватает истории, связанной с качественной мотивацией. Я не очень верю в то, что мы завтра сможем предложить реальную рыночную зарплату. Для этого нам нужно все-таки повысить выручку, повысить объем услуг, которые мы оказываем. Но к этому мы стремимся. Но мне кажется, что мы точно можем предложить корпоративный дом. Лучшие идеи участников конференции будут внедрены в работу предприятия уже в следующем году. Татьяна Трофимова от Неркорсаков, Республика. Советская Чуваша, Говорящая газета. Главное печатное издание Республики первым в регионе внедрило эффект дополненной реальности. Технология позволяет совместить чтение газеты с просмотром видео. Подробнее о новом слове в современных медиа Рефат Фаткулин. В свои сто лет советская Чуваша не перестает удивлять читателей. Помните, как в фильме о Гарри Поттере на страницах газеты оживали фотографии? Примерно то же самое теперь происходит в газетном номере. Действующие лица и главные герои материалов буквально начинают говорить со страниц. Фото, помеченное специальным значком. Здесь не нужно каких-то особых навыков. Современные технологии позволяют расширить горизонты восприятия информации и почувствовать атмосферу события. Как это работает? Берем смартфон, устанавливаем специальные приложения, наводим на фотографию, ждем пару секунд и вуаля, картинка оживает. Научная фантастика перестает быть фантастикой. Приложение называется Argin. Отечественная разработка. Оно бесплатное и скачать его можно в Google Play. Благодаря новой утилити газетная полоса становится более яркой и запоминающейся. Сейчас мы реально просто дополнили реальность, дополнили эмоциями. Те наши хорошие, качественные тексты, отличные фотографии и еще видео, какими-то зарисовками, видеоконтентом. Наши журналисты тоже записывают сами. То есть это не чья-то какая-то запись. Хотя, естественно, мы можем, я думаю, что при договоренности с нашими коллегами с телевидением, мы можем использовать их какие-то интересные моменты. Кроме видео, с места событий и телерепортажей, со страниц газеты могут сойти в реальный мир и фотоотчеты, слайды, презентации. Самая главная задача всех, опять же, традиционных СМИ и в первую очередь газетчиков, это для того, чтобы поколение молодое тоже обращалось к качественной профессиональной журналистике. И со временем мы будем уже, скажем так, возраст наших читателей, возраст наших подписчиков будем омолаживать, омолаживать. И я думаю, что нам это удастся. Так визуализация дополнила возможности печатного средства массовой информации. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. И о спорте. В эти дни в столице Чувашии проходит открытое первенство Республики по фигурному катанию на коньках. Оно собрало около 300 спортсменов из разных городов страны. Как Чувашская спортивная школа выглядит на фоне остальных, узнавала моя коллега Галина Титарчук. Наша звездочка Анна Кортова наблюдает за соревнованиями с бортика. На нее чувашские тренеры возлагали самые большие надежды. Но из-за перелома лодыжки подопечная Ольги Булавкиной вынуждена пропустить сезон. Но сидеть дома не может. Пришла поболеть за подруг. Одна из них – Елизавета Мышкина. Меня поддерживали мои родители и вся наша группа фигуристов. Мне это помогало, потому что у меня ощущения конька хорошие. Лед я чувствую лучше, потому что я к нему уже привыкла. А в другом городе я немного волнуюсь, потому что лед мне еще не знакомый. Едва родился и налет. Это обычное явление для большинства фигуристов. Уже в четыре года Эрик Мурзин из Казани делал свои первые шаги в спорте. И сейчас активно ездит на различные соревнования. У меня не совсем получился каскад. Остальное я все сделал. Риттбергер с руками наверх. Аксель. Комбинированное вращение. И волчок со сменных ног по уровню. Я хочу равняться на Юдзур и Ханю. Я хочу попасть на Олимпиаду. Это моя мечта. Я хочу занять там первое место, стать олимпийским чемпионом. Но пока до Олимпиады далеко. Юным фигуристам предстоит провести долгие часы на льду и в тренажерном зале. Выучить самые сложные элементы фигурного катания. Основным критерием оценивания спортсмена является выполнение прыжковых элементов, вращение, дорожка шагов, также импровизация. То есть, также смотрят, конечно, костюмы ихние. Ну и артистичность. Это все влияет на общее количество баллов. По итогам двух дней спортсмены из Чувашии, перворазрядники Даша Андреева и Никита Голубов, смогли завоевать серебро. Впереди еще один соревновательный день и новые победы. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Далее вас ждут правовые новости компании «Гарант» и другая полезная информация. С вами прощаюсь. До завтра. Лед отдельно, рыба отдельно. Верховный суд России указал, что в магазине должны взвешивать рыбу так, чтобы покупатель точно знал, сколько в товаре собственно рыбы, а сколько ледяной глазури. При этом цена развесной глазированной рыбы определяется по весу нетто без глазури, то есть по чистому весу товара. Таким образом, вся замороженная глазированная рыба на развес должна взвешиваться так, чтобы весы определяли отдельно массу самой рыбы, отдельно массу глазури, в которую эта рыба запрятана, дабы уберечь потребителей от приобретения неоправданно дорогой ледяной глазури. Между тем, в рознице, в том числе в секциях самообслуживания, частенько бывает наоборот. Возможно, выходом для ритейла станет взвешивание глазированной рыбы сразу с 5-процентной скидкой. Это максимально разрешенная масса ледяной глазури. За последние несколько лет российское законодательство по отходам также претерпело значительные изменения. Вопрос офисного мусора продолжает оставаться одним из самых актуальных. Теперь на него нужно обязательно составлять паспорт отходов. Это требование должно соблюдаться в том числе и в ситуации, когда мусорящая компания ведет свою деятельность в арендуемом помещении, а вопрос с транспортировкой и размещением мусора урегулирован доп. соглашением к договору аренды. Однако, с точки зрения закона, такой мусор есть не что иное, как отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и дела производства. И мусор от офисных и бытовых помещений организации не сортированный. Последний вид мусора относится к четвертому классу опасности – малоопасные отходы. А значит, по мнению районного, областного и верховного судов, на него нужно составить паспорт отходов, а также установить нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров. Родителям детей, поступающих в образовательную организацию или обучающихся в ней, рекомендовано представлять в образовательную организацию копию карты профилактического медицинского осмотра и медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой. А медицинским организациям рекомендовано проводить профосмотры детей, планирующих поступление в образовательные организации, а также юношей в год исполнения 15, 16 и 17 лет в рамках подготовки к военной службе в первой половине года. Цель нового порядка прохождения медосмотров – изменение подхода к профилактике и лечению заболеваний. Ранняя диагностика болезни или риска его возникновения – залог эффективного лечения. Современный выпускник вуза. Какими качествами он должен обладать, чтобы быть востребованным на рынке труда? Что нужно изменить в образовательном процессе и какую роль в обучении могут сыграть предприятия и компании? Форум кадрового партнерства призван найти ответы на эти важные вопросы. Площадка его проведения – Чебоксарский кооперативный институт, филиал российского университета кооперации. Очень часто сегодня мы слышим критику, наверное, где-то и справедливую, со стороны работодателей, что выпускник вуза не может быстро адаптироваться, приспособиться, подготовиться к работе в новых условиях рыночной экономики нашей большой России. И вот я думаю, чем чаще мы будем встречаться представители вузов, учебных заведений с нашими работодателями, мы быстрее поможем нашим молодым людям. Форум кадрового партнерства – масштабный проект, который проходит во всех филиалах российского университета кооперации. Его участники – студенты, педагоги, представители органов государственной власти и местного самоуправления, и, конечно же, руководители организаций и предприятий. Как работатели мы пытаемся сформировать наши взаимоотношения с университетами, институтами, чтобы думать о завтрашемне и пополнять кадрами свою фирму, свои предприятия. Это очень важно. Мы хотим получить готовый товар, как бы уже с опытом, знаниями определенными. Как достигнуть такого результата, обсуждали на четырех коммуникационных площадках по всем направлениям подготовки специалистов в институте. Сейчас прорабатывается с институтом вопрос заключения договора. На системной основе студенты будут сталкиваться с практической деятельностью, чтобы потом, придя к нам на службу, вливаться в коллектив и давать результаты с первых дней работы. Нам нужны специалисты в области высоких технологий, в юриспруденции, и в промышленности, и в бухгалтерском учете. И здесь мы заинтересованы в партверстве, наверное, как никакая другая структура. Итог работы форума – ряд подписанных соглашений о кадровом партнерстве и принятии резолюции. Качественная вещь по доступной цене. Об этом мечтает практически каждый. Благодаря ярмарке верхней одежды мечты стали реальностью. Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42-го до 72-го размера. Здесь любой может подобрать себе модель по душе. Надежда Артемьева пришла сюда за весенней курткой, но уже присмотрела себе и зимнюю. Здесь очень большой ассортимент. Больше даже, чем на рынках. Вместе все взятых. Я хочу обновить гардероб. Скоро весна. Хочу себе новую курточку. Продавцы-консультанты помогли мне подобрать несколько вариантов. Я думаю, без покупки я сегодня не уйду. Правильный выбор утеплителя для верхней одежды очень важен. Она должна хорошо сохранять тепло, но при этом толщина и вес изделия должны быть минимальны. Ведь чем легче и теплее зимняя куртка или пальто, тем удобнее и приятнее их носить. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тенсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. Куртки с мехом кролика, норки, лисы. Мы привезли огромную коллекцию верхней одежды. Курты пуховиков. Это более 3,5 тысяч различных моделей. Все отшивается на российских фабриках. Качество очень хорошее. Вся продукция покупается очень большим оптом, поэтому цены у нас недорогие. Все весенние и осенние модели 3,5 тысячи рублей. Зимние модели 4,5 тысячи рублей. Мы ждем всех жителей города. У нас на ярмарке продавцы-консультанты помогут подобрать одежду абсолютно для каждого. Без ущерба для бюджета одеть всю семью можно здесь, на ярмарке верхней одежды. Она работает с 10 часов утра и до 19 вечера без обеда и выходных. А разместилась она во Дворце культуры «Салют» по адресу улицы Энтузиасов 36,9. Торопитесь, ярмарка пробудет в столице Чувашии до 4 марта включительно. КОНЕЦ